Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию представляю очередное сражение в режиме 2 на 2 на 2, карта Аморталис. Играю я за Космодесант, со мной в команде за Имперскую Гвардию играет Инквизитор. Наши противники, команда номер 1, за Некронов играет Джеймсон, с ним в команде за Орков играет Стинсон. И команда номер 2 за Гвардейцев играет Уровач, и с ним в команде за Орков играет Бака Око. Так, тут уже в чате активно начали писать, я написал своему союзнику, чтобы он никого не агрил, он согласился. Роуч пишет, привет, порвем их, Бака Око пишет, да, порвем. Главное, чтобы нас в две дыры не зажали, 4 ВС-2. Да, самое главное в этом режиме, чтобы не зажали вас четверо, поэтому необходимо не агрить никого. Иду я через казармы, заказываю себе командора, не стоит идти через оружейку в этом режиме, иначе вас могут зарашить, ведь течь провалится. Инквизитор, все стандартно, один генератор, один пехотный штаб, захватывает посты. Некрон поставил турель, вывел в воинов Некронов, застраивается генераторами, посты одновременно захватывает. Стинсон поставил казармы, один генератор, и так же Некрон накинул один генератор на базе Уорка, чтобы в случае нападения переместить сюда своих воинов и помочь союзнику. Видим, уже застраивает агитпункт Кра. Тайм, Роуч, играет через тактический штаб, так же есть пехотный штаб, усилился он на Т1, но пока что никого не идет рашить. Бакооку, построил казармы, точки застраивает, вывел пак шутов, захватывает свою реликтовую точку. Я тут своими разведчиками пытаюсь охватить ключевую точку по центру. Джеймсон и Стинсон решили течиться. Бакооку, недовольны тем, что для прокачки паса необходимо 75 энергии, но это стандартно, всем необходимо. Тут стоят гречиные Стинсона, смотрят, ведь обзор открывает ему. Бакооку, экономик лапнул, сейчас начну создавать свой вах. Ну, пока тихо. Пока тихо. Я перехожу в Т2, тоже прокачиваю посты, по возможности. Мой союзник тоже прокачивает посты. Перешел он в Т2, застраивает генераторы. Некрон пока что в Т1. Есть лорд Некронов, застраивает систему пробуждения, будет переходить в Т2 скоро. С Тинсон застраиваются оружейкой и баннерами. Ну, пока что великая стояла, но игра была очень жаркой. Не судите поначалу, дальше будет жарче. Родж застроил все генераторы, не все, а 5 генераторов. Еще один можно застроить и ставить штаб механизированных войск. Перешел я в Т2, застраиваю священные покои. Мой союзник Инквизитор застраивает тоже штаб механизированных войск. У него пока что всего 3 генератора. Я тут хотел посмотреть, кто где находится. А, не кто где находится, я знал, кто где находится. Просто хотел посмотреть, какую расу выбрал Джеймсон. У него рандом стоял. Также рандом был и у Стинсона, если не ошибаюсь. Но я видел, что там орки. Через ключевую точку я это посмотрел. Родж пошел. В Т3. Очень поздно прокачивает посты Родж. Я это заметил. Так, есть Василиск у Инквизитора. Начинает расстреливать центр, потому что ворк своими рубаками пытается снять ключевую точку. Посадил тяжелое вооружение Инквизитора, чтобы отстрелять этих орков. И орки решили отступить на базу. Нет. Просто переместил он своих орков на другую сторону точки. И продолжает захватывать ключевую точку. Тем временем, есть у меня серые рыцари. Прокачиваю посты. Прокачиваю посты, как вы наблюдаете. Перехожу одновременно в Т4. Поставил центр орбитальной связи. Вызываю на поле битвы стрелковых терминаторов. Переходит в Т4 Родж. Я тут смотрю своими розетчиками. Хотел посмотреть, не ушел ли орк, чтобы снять ему ключевую точку. Но он тут стоит. Контролирую точку. Некрон. Переходит в Т3. Есть у меня стрелковые терминаторы. Есть библиарии. И идет лендрайдер. Поставил ракетную турель инквизитора. Начинает сбривать пост Некрону. Но ему не холодно и не жарко от этого. Обелиск стоит 25 энергии. Это мелочь для Некрона. Я тут продолжаю своими розетчиками смотреть. Родж строит марсианский центр. Присаживая музыка. Переходим. Родж строит марсианский центр. У соседнего ворка, у бака Око, есть уже древние, начинают пополнять своих рубак, зачем? Бронебойцы, отгоняю с центра мека, но он подсвечивает и не отступает. Так, есть у меня лендрайдер, но я не еду никуда, я стою, я жду. Бака Око решил теперь протековать мой пост. Мне это не нравится, я сажусь в ленд, подъезжаю поближе к рубакам, высаживаю медлярия с треховыми терминаторами и расстреливаю бронебой. Бронебойцев, решил отомстить ему. Начинаю расстреливать орков. Да, пока Око сам на себя сагрил меня, зачем это надо было делать. Пишет он в чат хелп, перестреливаю с орками. Есть вихрь. Так, сайкер Рооча. Застанил мой лендрайдер, вышел у него карающий меч, начинает расстреливать мой ленд. Я уезжаю отсюда. Орки пошли в атаку. Джеймс, он пишет. Ждем. Скидываю орбитальный удар по оркам. Орбитальный удар, видите, бракованный попался. Потерял я пост. Неприятно. Начинаю чинить свой лендрайдер. Твифер работает по оркам. Так, выходит у меня хищник-уништожитель. У союзника выходит карающий меч. Так же инквизитор начинает обстреливать Некрона. Это плохо, это плохо. Вышел карающий меч у инквизитора. Меня зажали на базе. Инквизитор спит. Не управляет своим карающим мечом. Пытаюсь стрелять. Карающий меч Ровача. Наконец-то начал карающим мечом стрелять инквизитор. Первым делом разбираюсь с Лемон Русом, потому что он тонкий. И быстро его снести можно. Так, штурмовые терминаторы попадают под огонь древних орков. Пришлось их отвезти. Расстреливаем карающий меч Ровача. Хищник помогает так же. Теряет свой карающий меч Ровач. Тут еще и толпа бронебойцев стояли. Расстреливаю я своими терминаторами их. Бака Охо пишет, что он только Мастодонта делать начал. Но нет. Не вижу ее Мастодонта. Он еще дальше в Т-4 только переходит. И потихоньку своим лендом аккуратно расстреливаю баннеры ворков. Расстреливаю отряд командования Ровача. Зарезает ковровую бомбардировку. Попадают под бомбардировку мои строители. Но остались живы все-таки. А это команда тут. Видите. Некрон украл Лемон Рус у моего союзника. Пока Инквизитор тут управлял своими войсками. Против Некрона надо быть очень аккуратным. И начинают они расстреливать гвардейцев. Потому что гвардейцы тоже начал их обстреливать. Вот такой вот. Такая вот ответка от них. Продолжаю я сносить Бакалоку. Не подрасчитал он свои силы. Видите. Напал не на того. Отгоняем гвардейца отсюда. Ровач. Почему-то спит своим танком. Наверное боится подойти против двух супертанков. А, застрял. Застрял, как говорит. В общем, уничтожаем орка. Бакалопа. Опа. Скинул лагерь на базе у Ровача. Доламываю посты орка. Так, своим супертанком направился к Некрону, Порку. Тут видим лорд Некронов использует Вуаль, чтобы скрыть всех своих воинов, Монолита. И Бакалопа, все, вылетает из игры. Я направляю штурмовых терминаторов, чтобы снять ключевую точку. Не видит гвардейца. Видите, далеко заехал он. Не видит, что тут отверженные ходят. Куда своим карающим поехал Инквизитор? Нельзя вот так танковать. Надо стоять и с дистанции расстреливать танком. У гвардейца три танка, которые могут расстреливать с дистанции. Скидывают сюда свежаков Джеймсон. Призвал он несущего тьмы. Я скидываю орбитальный удар. На этот раз не бракованный попался. Работающий. Несущий тьмы пытается уничтожить мне ленд. Начинаю делать космодесантников. Тут космодесантники захватывают точки. Отступаю нынешними отрядами назад, потому что очень больно. несущей тьмы. Очень долго действует эта обилка у лорда некронов. Отвлекают на очень большое время войска. Если вы проигнорируете его, то он вам запросто снесет ленд. Так, зацвет этот лорд анекронов. Погибают штурмовые терминаторы. А тут оборона инквизитора пробита. лорки забежали к нему на базу. Началась жара. Расстреливаю больших уничтожителей. Тут и вихрь стоял у меня. Древние лорки пытаются разобрать его. Я его отвожу немного назад. Лорд не пронув. Вяжет моих терминаторов. Космодесантников. Скидывает свежеватели. Я всеми строителями пытаюсь отремонтировать свой ленд. Застрял вихрь. Видите. Такое бывает в игре. Застряли космодесантники. Заново высаживаются уковых терминаторов. Они сидели в ленде. Спрятались от свежевателей. Вихрь застрял. Стоит. Не стреляет. Очень печально. А союзника моего проносят орки с некронами. Как же тут танки орка. Вихрь вообще. Халявик стоит. Танки начали расстреливать его. Наконец он разворачивает свою установку. Начал работать. Космодесантники пытались у меня захватить реликтовую точку, но стоит ровач. И расстрелял он меня моих космодесантников. Расстреливают танки орков. Потому что очень больно они по пехоте стреляют. А тут на базе у инквизитора все печально. начинают ему сносить главку. орк наглый уже застраивает посты. Очень много уничтожителей больших. и постоянно скидывает ко мне в тыл свежевателей отвлекает моих воинов, солдатов, десантников. Еще и бомбовоз раскидывают мою пехоту. И пришлось отступить мне. Роуч решил выехать. он видимо понимал что проносят моего союзника. Решил протоковать орка всеми своими танками кассеркиными огненными поехал в атаку. Нас плотно зажали на базе. Ну хотя бы главку успел скинуть инквизитор. вихря просто сопля хп на один чих остался. Некрон монолитом пытается помочь орку. Погрины пошли ломать здание посты орку. Пока что нас оставили в покое я хотел воспользоваться этим видите выезжая в лендер я тоже через кубан войны видел что Роуч начал там атаковать разбираюсь самолетами танками надо было уничтожать посты и отдавать респ инквизитору отступает Роуч своими танками Роуч видимо погибли остатки войск орка Стинсона большой босс пытается убежать но не может пройти против такого заслона и начинаю одновременно контратаку на базу к некрону закончилась обилка несущего тьмы скидывая орбитальный удар по монолиту засвечивает лорд некронов и погибает лорд некронов надо было добить тут остатки орков шести посты видите ракетных космодесантников выделил для уничтожения постов забирает говорю на стриме инквизитору чтобы он забрал свои точки отвечает мне нечем вихает все еще жив и монолит неплохо так настреливает расстреливает по моей пехоте а ленд мой все еще жив я постоянно его ремонтирую не хочу его терять ведь ресурсов мало очень хотя и тут застроил посты они не прокачаны ведь ресурсы все выходят разбираюсь с остатками войск орка тут все сжеватели некрон скидывает разбираемся с бронированными главарями разбираемся с бронированными главарями терминаторов космодесантники с плазмой расстреливают их 4к влияние инквизитор я спрашивал как у него там по ресурсам просто снимаю точки но не захватываю надо было отдавать все это инквизитору инквизитору пишет мне спасибо а тут орк начал атаковать ротча поэтому ротч перешел разбираться с орком выбрал он себе противника ротч джеймс он пишет ротч что ты делаешь ну играет наверное ну нам повезло то что он согрелся туда а то дела были хуже ну а то и режим 2 на 2 на 2 эти тоже напали в тот момент когда мы воевали тут с орком хожу лэндом начинаю скидывать десант на базу к некрону тут гвардейц а я тут случайно и точку забрал извиняюсь инквизитор видимо не успел отменить захват так отверженные сражаются с дредноутами ландрайдер настреливать строитель чинить ландрайд ротч продолжает сражаться с орком иду я в атаку своими космодесантниками за свет от лорда микронов и снова несущий тьмы лучше несущий тьмы чем лжец который может украсть ваши отряды еще и героев забрать если захочет багануть отступаю своими космодесантниками надо было переждать обилку несущего тьмы вот что-то плотненько насел на орка также не получает урон хотя бы урон получал бы например как принц хаоса принц которую лорд хаоса превращается в принца демонов вот он еще и урон не получает слишком мимбово я думаю лорд микронов так синвиза билд отвержены по моему ленду пытаюсь уехать потерял я строителя хищники пытаются расстрелять монолит вихрь я отремонтировал новых строителей отправляю на ремонт лендрайдера насыпаю хищниками и скидываю десант к монолиту вскрывает свой монолит тут же в лорд микронов находится потому что очередные свежаки от джеймсона веду я черепки чтобы подсветить подвожу черепки чтобы подсвечивать надоел этот лорд микронов который вскрывает монолит и иду на пролом иду на пролом на базу к микрону джеймсон недоволен про чем и сволочь ремонтирую тут и хищника и онлайн падает монолит у джеймсона руч пишет ха ха ксенос очередной засвет от лорда микронов стинцем уже забил на своего союзника разбирается с ровочем подправил на летчиков в тылу гвардейца ломает ему хвосты снимаю реликтовую точку у джеймсона а он все равно подымает монолит монолит у союзника нету монолита скидывая битальный удар по генераторам джеймсона уже хавается все теряет монолит джеймсон и уничтожается таким образом полностью отремонтировала свой ландрайдер за игру еще ни разу не потерял ландрайдер остались прочь и стинсон продолжает разбираться друг с другом вот возвращается к себе на базу я скидываю десант долго не думая такую базу орка обидчиков моего союзника расстреливаю танков ровоч начинает теперь настреливать по посту гвардейца спасибо за второе место пишет ровоч спасибо всякое может получиться до режиме 2 на 2 и фуфа игры всегда нечестные всегда нападают либо втроем двоем либо четвером штурмовые терминаторы сражаются на передовой космодесантники поддерживает огнем стрелковые терминаторы также ландрайдера с хищником расстреливают в основном здания бронебойцы сюда прибежали они тоже уничтожаются и стинсон решил не мучиться и просто отдал победу так инквизитор вывел себе карающего меча и остался теперь ровоч один надо было с ним теперь разбираться скидываю наперед дредноутов чтобы они танковали весь урон следом иду пехотой и своими супер танками вот они дредноуты накидываются сразу на карающего меча скидываю орбитальный удар покарающего мечом по его строителям быстренько пробили оборону у ровача тут у него практически ничего нету уже все gg пишет ровач скидываю все все Я по армии набираю 3625, Инквизитор набирает 1365, Стинсон набирает 1090, Джеймсон 760, Родж 2555, Бака Около, минус 65, Мною убито 445, потеряно 184, уничтожено здание 48, потеряно здание 1, Инквизитор убито 205, потеряно 109, уничтожено здание 8, потеряно здание 22, Стинсон убито 141, потеряно 721, Уничтожено здание 16, потеряно здание 14, Джеймсон убито 159, потеряно 182, уничтожено здание 9, потеряно здание 24, Родж убито 472, потеряно 140, уничтожено здание 7, потеряно здание 6, Мбакаоко Убито 9, потеряно 95 Уничтожено здание 0 Потеряно здание 21 Топ 1 по ресурсам занимает Стинсон И самые технологичные Это я Вот такой вот бой Спасибо ребята Всем за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Пишите комментарии Не болейте Заходите на стрим Всем мира и спокойствия Пока-пока